всем привет с вами проект soul finder и сегодня в студии логотип конечно похож на рибок но нет сегодня в студии кроссовки бренда которому уже говорили это sirius player only game one мы уже рассказывали о первой модели player one и кирилл даже тестировал эту модель сегодня мы покажем вторую модель вернее на фактически 3 потому что существует player one плюс но тем не менее это практически новые кроссовки и они похожи на одну крутейшую модель о которой я чуть позже скажу геймы появились в официальной продаже 10 октября спасибо бренду эти кроссовки у нас находятся практически сразу с мировым релизом практически сразу и мы можем рассказать стоит ли их тестировать пока вопрос я посмотрел статистику по видео sp1 player one и что-то как-то аудитории это не очень интересно не были кроссовки похожие на коби не очень интересные и я не знаю об этом мы еще поговорим с кириллом я ему повезу эту пару он ее посмотрит померить это его размер у нас одинаковый размер и может быть из этого что-то получится и так game one я точно где-нибудь ошибусь сегодня в словах слишком много общих наборов game one это модель казалось бы мид кат но нет кроссовки чуть выше косточки то есть примерно 5 восьмых они по ощущениям своим максимально похожа внимание на джитикат 1 джитикат 1 от nike да те самые джитикаты которые супер популярны в мире я лично пытаюсь приобрести себе парам ну хотя бы меньше чем за 500 долларов потому что нет нормальных расцветок цен версию и пи я вообще не хочу рассматривать за вот эти полтора года я понял что версия и пи не для меня найти их практически невозможные получив эти кросса я надел и понял что это же джитикаты у них по ощущениям и вот на стельке и плотность облегания и вот эта облицовка корпуса все как-то очень рядом и для меня это было неожиданностью с одной стороны с другой стороны если первые кроссовки бренда были похожи на коби мы какие-то там пятые шестые восьмые девятые то эти кроссовки похожи на лучшие низкие кроссовки последней пятилетки из новых моделей бренда nike джитикаты да и ничего удивительного в этом нет у них поменьше амортизации но здесь ее не настолько прям мало чтобы говорить об этом и в общем хватит прелюдий сейчас я расскажу более детально и покажу все что связано с этими кроссами можно без тестово определить и так корпус имеет несколько слоев различного плетения различных элементов декора а также запаянный элемент на носовой части который обеспечивает дополнительную защиту здесь зоны максимальной нагрузки а также пальцев а также он создает нюанс с которым я пока еще не понял что делать он поддавливает на большой палец то есть эти кроссовки не то чтобы надо брать на полразмера больше хотя кирилл скорее всего скажет что это именно так то есть если ему это десятка сядет на девять с половиной оптимально то наверное я бы порекомендовал взять на полразмера больше потому что внутренний слой очень много пены которая поднимает вашу ногу высоко и проблема не в самом этом бортике а в том что нога максимально приближена к нему и вот это ощущение мне кажется достаточно странным я к нему не привык и в джетикатах первых такого не было но там нога тоже очень плотно сидит там чуть больше набивки в носовой части и поэтому возможно ощущается немного по-другому с внутренней стороны вы видите протектор выходящий очень хорошо мощно на всей первой третье а также протектор здесь не прерывается имеет захлёст на носовую часть с внешней стороны у нас отличный аутриггер выполненный из двух различных элементов подошва и это неплохая резина которая позиционируется как кроссовки посмотрите тракторного типа для любых покрытий я пробовал на паркете отлично скрипят я не пробовал их на асфальте говорят что будут долго жить говорят кто говорит бренд эти кроссовки релиз у них был на днях и поэтому полноценного игрового обзора ну пока быть просто существовать не может я имею виду асфальтового такого с периодом игры да вы можете найти какие-то обозревашки уже за океаном но тем не менее эти кроссовки говорят предназначены для любых типов покрытий ну поверим что интересно в этих кроссах еще это очень длинная шнуровка у нас раз два три 4 5 6 7 8 петель и фактически это кроссовки 5 восьмых если вот так вот продолжить линию они практически низкие и конечно же такое плотное прилегание напоминает мне лично фуампозиты да потому что у фуампозитов очень длинная шнуровка и очень много петель отверстий для того чтобы шнуровать их максимально адаптивно и это на мой взгляд очень крутое решение по адаптации и такому киту непривычного с другой стороны это очень похоже на джетикат и очень похоже данная расцветка называется spider паук и вот эти вот пятна атипичные такие бессистемные имеются в области пятки а также на язычки выполнены в глянце на язычке также есть отверстие чтобы не съезжала шнуровка не смотри не сижал не съезжал язычок надпись series player и вот такой элемент пластиковой который создает некий баланс удерживая стопу более неподвижной при дополнительных нагрузках то есть он как бортик выступает такой же элемент но они раздельные находятся в области пятки здесь у нас есть название game one 2 якобы отверстия 3 якобы отверстия для вентиляции но фактически это стабилизирующий элемент это пластиковый фиксатор зоне пятки он достаточно жесткий тест на первоклассника они пройдут я думаю и на 11 классника пройдут здесь вообще не проминается этот элемент сам по себе очень жесткий здесь вот если мы нажмем на черную часть материала основного конечно же прогиб идет а сам пластиковый стакан здесь вообще-то очень супер ски я его не пробовал до видео но он меня поражает это очень хорошая матовая пластина очень хорошая матовая пластмасса в области пятки с небольшим таким переливом прикольно сделано и переходим к подошве в подошве есть элемент из карбона он достаточно небольшой и он отдельно стоящий то есть это не пластина по всей длине подошвы и не какой-то ригидный элемент крупного размера поэтому кроссовки все же вращаются и вращаются они как раз по зоне вне карбона на сгиб средней части они не идут передней части есть небольшое но очень много резины очень плотная она и на втором башмаке вы еще узнаете кое-что а вот кручению они все же немножко подвержены такая резина резина крутой протектор очень мощный грубый елочка все как положено поэтому с большой долей вероятности они отлично будут жить на асфальте отлично и вероятно долго второй башмак предварительно он расшнурован и на нем я показываю язычок вы видите здесь небольшие элементы для вентиляции но вентиляция под слоем корпуса на самом язычке более плотный материал с неопреновой подложкой язык достаточно плотный язык достаточно плотный и по фиту он помогает потому что снуровка очень высокая а вот эти верхние три петли находящиеся в одном месте создают такое обильное пересечение нити которая сама по себе может давить и вот этот язычок спасает вас от передавливания и так внутренний мир здесь все ок набивной материал небольшое углубление для пятки я имею ввиду углубление подложку вовнутрь то есть пятка садится хорошо и плотно сидит и стелька вот в стельке и скрывается основной прикол эта стелька в первую очередь и натолкнула меня на мысль о джетикатах во первых она похожа на джетикаты во вторых она похожа на джетикаты третьих она практически такая же за исключением конечно там есть баллон но плотность этой пены нельзя сказать что очень слабая эти кроссовки они эвалон light то есть они легкие но плотный убийственно плотный я не пробовал сравнивать их с первой моделью и заменяемые ли стельки с первой модели я это не выяснял но я думаю что вам это и не очень интересно и вот под этой стелькой у нас имеется еще прослойка пены эво ушло он там неважно в общем базовой пены здесь под белым материалом он не такой жесткий как обычно а он проминается еще подложка из пены суммарно вот эти два слоя амортизирующих элементов под подошвы и стелька создают вот эту плотную высокую амортизацию которая и напомнила джетикаты такой профиль средне низкий тоже напомнил мне и плотная посадка схожая по носовой части по такому типу из длинной шнуровкой все это напомнили джетикаты если сравнить эти кроссы по цене ну тут как бы победитель у нас явный если предположить еще что они для улицы годны то это слишком круто я не могу сказать что я рекомендую эти кроссы я эту пару купил себе лично если я очень часто говорю вам кроссы нам контент то здесь мне кросса и вам контент я купил себе эту пару я хотел ее попробовать потому что она мне интересно я все же жду от сериус player много от бренда в целом мне он нравится и я думаю что эти кроссы пока побудут меня покажу кириллу и решим что с этим делать но ценник на них 989 юаней неважно когда выйдет это видео просто посмотрите по биржевым курсам по обменникам сколько это плюс доставка из китая ну это раза в 3-4 дешевле чем джетикаты да не наике но в общем то кому сейчас важно это друзья с вами был серж мне приятно рассказывать о таких единорогах и нестандартных вещах для людей которым действительно любопытно как и мне нести так сказать науку в массы с вами был серж до новых встреч а